Да, жара в Петербурге, как всегда, приходит неожиданно, вызывая классические вопросы, куда же от нее бежать и как спасаться. Это, конечно, каждый решает сам, но одежда точно может стать нашим союзником в борьбе с перегревом организма. Только как выбрать правильную? Конечно, можно исходить из классической схемы. Очевидно, что в белых тканях вам будет комфортнее, ведь они хорошо отражают солнечные лучи. В черной же одежде наоборот, все прелести перегрева налицо. А есть ли летом какая-то альтернатива у белого цвета? Узнаем, проведя эксперимент. Для него нам понадобится группа студентов в футболках разных цветов. И тепловизор, прибор, который используют в строительстве, и нам сегодня поможет разобраться, в какой же футболке в жаркий погожий денек будет комфортно. Здесь никаких сенсаций, девушки в белом абсолютно комфортно в жару. Девушки в красном уже жарче, а вот зеленый и синий цвет в жару, кажется, не лучшая альтернатива черному. А вот наша темная лошадка, девушка в желтом. И, кажется, девушке у меня абсолютно не жарко. Скажите, вам комфортно сейчас? Вполне. Но не только лишь цвет влияет на наше состояние в жару. Когда тело нагревается, у нас увеличивается потоотделение. И эта влага, она должна выводиться из пододежного пространства, и тогда мы будем охлаждаться. За это ответственны у нас такое свойство материалов, как гигроскопичность. В лидерах по гигроскопичности старые добрые лены хлопок, натуральные материалы. А есть ли новое слово в науке и технике? Кстати, вот сейчас вот модно вспоминают про бамбук. То, что есть на рынке у нас в основе своем, это искусственные волокна. Они тоже обладают очень хорошими гигиеническими свойствами, воздухопроницаемостью и гигроскопичностью. Сейчас на рынке много тенцел и мерил. Да, это тоже хорошие материалы, но лучше льна для жары нету. Обувь тоже влияет на наши ощущения в жару. Принцип подбора такой же, как и для одежды. Хорошая пара должна отводить влагу от стопы и обеспечивать воздухопроницаемость. Натуральная кожа, она будет более гигроскопичной. Она у нас возьмет излишнюю влагу от нашей стопы и отдаст в окружающую среду. Вот тоже открытые туфли, но у них текстильный верх, но подкладка у нас из синтетического материала. И, соответственно, вот при контакте с кожей здесь, конечно, будет некомфортно. Так, свободный крой присутствует. Над натуральными тканями еще поработать надо. Светлая обувь на месте. Теперь остается только в своем гардеробе какую-нибудь желтую вещь найти. И все, можно сказать, как встреча с жарой в Петербурге. Мы готовы.